И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр. Добро пожаловать на игру под названием Steel Rising. Это новая игра, которая появилась пару дней назад в Steam. И она мне очень сильно напомнила все, что связано с игрой Elden Ring. Но все же она сама по себе как бы своеобразная. Здесь стилистика чуток другая и так далее. О том, что говорят разработчики, допустим. Это будет Париж, 1789 год, революция подавлена кровопролитием, которое устроили Людовик XVI и его беспощадная механическая армия. И вот на этом я хочу как бы остановиться и посмотреть, что у нас будет как бы, что за механическая армия. Ну вы поняли, там механика это типа механическая, это роботы там туда-сюда, если можно их тут так назвать. И мы будем противостоять королю. Вот так. Давайте сделаем, короче, новую игру и посмотрим, к чему это нас приведет. Так, где у нас новая игра? Помощь никакие мы с вами не включаем. Это как бы само собой значит новая игра. Такой маленький спойлер. Это у нас есть один из тех солдатов, скажем, механической армии. Ах, прошу прощения. Знаете, я сейчас не в настроении для игр. Как долго нас здесь еще продержат? Мы так и будем наблюдать издалека, как полыхает Париж. Чиар не бесчинствует. Вот она, цена за потакание народу. Вы не понимаете, Габриэль. Король отправил нас сюда задолго до того, как город подожгли. Он знал, что это случится. Я думаю, мне кажется, он как-то в этом замешан, короче. Да бросьте, король, конечно, склонен ошибаться и временами бывает невыносим, но до Нерона ему далеко. Тогда почему мы до сих пор не получили никаких вестей? Дети. Габриэль, дети. Скорая им нищего ничего не будет угрожать, я уверена. Месье Клэри о них позаботится. А пока мы хотя бы в безопасности. В безопасности? Да неужели? Где же... эти стражи? Мы все еще под защитой, просто король решил обратиться к другому виду стражей. Вот к такому. Стражей или тюремщиков? Они даже из комнаты нас не выпускают, Габриэль. Король лишится рассудка от горя. Сначала милая Софи, затем наш любимый малыш. Мой бедный ангелочек. Они даже не дали мне попрощаться, хотя бы на него взглянуть. Невыносимо. Материнское сердце подсказывает мне, что он еще жив. Паром мне кажется, что я... Я слышу, как он зовет меня. Мне так страшно. Чего вы боитесь, моя королева? Всего. Всего вокруг. Гнев короля. Неутомимая армия автоматонов, который смастерил для чего-то там. Его советчики, шарлатаны, которые теперь обладают куда больше властью, чем... Министры. Какая участь постигла моего сына? Какая участь уготована детям, которых Господь что-то там? Я не позволю причинить им вред. Обещаю. Но как? Неужели вы не видите, что мы пленники? Не все потеряно. Не забывайте, один автомат он настроен не враждебно, но... Ваша новая защита. Вот он и есть, наш автоматон. Вот такие вот роботы, друзья мои. Что мы здесь делаем? Мы здесь выбираем, из чего он, типа, будет создан. Да пусть будет белым, вообще не проблема. Голова. Ага. Опля. Ага. Вот такая вот у нас, типа, красавица будет здесь, да? Давайте выберем, короче, прическу. Вот все прически посмотрим, че и как. Мне кажется, вот это было бы неплохо, для этих времен вообще идеально будет. Хорошо. Дальше. Лицо. Вот такое вот лицо. Вот такое вот лицо. Ну, не знаю, поярче, типа, да? Поярче, поярче-то у нас будет. Ну, вот так вот. Вот так пойдет, пойдет. И идем дальше. Смотрим, что здесь у нас есть. Классы персонажей. Выберите начальный класс, говорит нам игра. Это означает. Защитница. Собрание сочинений. Тяжелое оружие. Особый прицел. Особый прием. Щит. Парализующая граната. Снаряд, который может временно парализовать врага. Это у нас щит. Особый прием. Хорошо. Используй свою силу, чтобы выдерживать удар врагов и наносить им значительный физический урон. Прочность плюс 3. Прочность увеличивает запас здоровья и показатель равновесия. Инженерное дело плюс 2. Инженерное дело дает дополнительную броню, а также повышает эффективность негативных алхимических эффектов и шанс найти что-нибудь ценное. Щит, короче. Окей. Дальше. Солдат. Тяжелое оружие. Особый прием. Дальная атака. Это у нас что? Тяжелое оружие. Особый прием. Щит. Это у нас дальный атака. Хорошо. Разрывная граната. Снаряд, который может вывести врагов из равновесия. Дальная атака. Это походу пушечка. Солдата умелый боец. Она может использовать тяжелое оружие и совершать атаки, наносящие значительный физический урон. Мощь плюс 3. Мощь увеличивает физический урон и ударную силу. Энергия увеличивает запас выносливости и наносимый врагам критический урон. Мне это нравится. Танцовщица. Снаряд, который может поджечь врага. Танцовщица очень гибкая. Она может проводить быстрее серии атаки. Атак, чтобы парализовать врагов и нанести им критические удары. Ловкость плюс 3. Энергия плюс 2. Ловкость увеличивает физический урон и силу эффекта паралича. Увеличивает запасы. Это вы поняли. Алхимик. Жидкость из этого пузыря нейтрализует урон от вражеских алхимических атак. Алхимик предпочитает стихийное оружие, которое может поджечь врагов, заморозить их. Или ударить электричеством, а также временно наложить на них негативные алхимические эффекты. Очень интересный такой персонаж. Стихийная алхимия. Инженерное дело. Стихийная алхимия увеличивает алхимический урон и сопротивление. Инженерное дело дает дополнительную броню, а также повышает эффективность негативных алхимических эффектов. И шанс найти что-нибудь ценное. Короче, тут как будто он маг получается. Давайте мы солдата возьмем, посмотрим, как он и стрелять будет, и как он будет защищать как бы. Ну, глянем, что и как будет дальше. Берем, короче, солдата. Эта машина, немыслимым образом способная говорить и понимать нашу речь? Какой ужас. Да, но она вам предана. Это главное. Если она сумеет покинуть замок, то сможем стать высшими глазами для вас, короче. Вашими глазами, то есть. А если нам повезет, и другие автоматоны отправятся за ней... Только не наделайте глупостей. Я не могу потерять вас, Габриэль. Не сейчас. Эгида? Мадам. Короля нужно остановить. На кону среба королевства. Разыщи вакансона в его мастерской у дома инвалидов. Он наверняка знает секрет этих неутомимых автоматонов. И, быть может, что-нибудь о смерти моего сына. Как мне выйти из-за предела замка, мадам? Отправляйся к реке в другом конце парка. Оттуда ты сможешь переправиться на лодке в Париж. Вы хотите, чтобы она нашла вакансона? В самом деле? Но что если это не... Что вакансон начал? Моя дорогая. Только он не сможет остановить. Итак, замок Сен-Клу. Вот такая вот у нас автоматон. Да, они называются автоматонами выезды перемещения. Что у нас есть? Давайте посмотрим на... На... На первый бой. Так, захват цели вижу. Так, с уклонения. Это вот у нас уклонение. Быстрый атака. Это вот так вот. Вот так. Вот так вот. Больно мощно. Отлично. А дальше что-то я даже не пробовал. Пояс быстрого доступа. Расходуемые предметы можно прикрепить к поясу быстрого доступа для использования в любой момент. Перейдите в имитарь. Хорошо. И прикрепите масленку куда-то вот сюда вот. Вот так вот. Хорошо. На... Ого, сколько у нас быстрых доступов. Разрывная граната. Сюда пошла. Жетон разбора. Не-не, погоди. Разрывная гран... Не, погоди. Разрывная граната вот сюда вот. Даже нет. Даже давай масленку, короче, сюда поставим. Разрывную... Дай твою же за ногу. Вот сюда. Дальше. Вот сюда. И вот это. Сюда. Отлично. Масленка. Когда эгида была назначена защитницей королевы, она получила этот металлический сосуд с ценным восстанавливающим маслом. Теперь, когда ее питает неисчерпаемая энергия, эгида может использовать масленку, чтобы устранить повреждения, полученные в бою. Хорошо. Ну, взрывная граната, это понятно. Только три штуки, две штуки? Чё, серьёзно? С этим жетоном эгида может вернуться к последней посещаемой вест... Вестолке. Или кореть. Хорошо. Хорошо. Починьте. А, нифига. Не-не-не, я чинить не буду. У меня их мало. Так, как мы понимаем, сюда можно подняться, само собой. Она очень шустрая. Несмотря на то, что, типа, это робот какой-то там механический, да? Что это у нас тут есть? Особые приёмы. Каждое оружие позволяет использовать особый атакующий или защитный приём. Кью. Опля. Оу. Кью, это у нас выстрел. Хорошо. Принес. О, да, вот. О, да, вот. Есть контакт. И потом вот так вот. Замечательно. Я могу сказать, что это было замечательно. Пушечка у нас с левой стороны. Д-29 что-то написано. И патроны вроде бы как синие. Чувак. Сюда пошёл. А надо, может, поближе, может? Нет. Тёхо, тёхо, тёхо. Парни, парни. Пацаны, пацаны. Тихонечко. Мне нужна эта вот масленка. Давай. Так, поехали. Пошла, 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 пошла. Ой, надо уходить, уходить, уходить. Ой, а чё у вас так много-то? О, тебя вот. Подыхай. Тихонечко уходим. Нет, нет, надо, надо прям вот так вот. Вот так, аккуратно. Аккуратно. Патроны вроде ещё есть. Перегрев и мгновенное охлаждение. Любое действие расходует выносливость, когда оно заканчивается. Гида перегревается и больше не может ничего делать, короче. При перегреве можно произвести мгновенное охлаждение, если вовремя нажать Е. Его восстановит. Это восстановит часть выносливости. Однако, мгновенное охлаждение наносит определённое количество урона льдом, который отображается на шкале вот этой. Примечание. Слишком раннее использование при перегреве только продлит перегрев. Окей. Окей. У нас перегрева нет. Нормально всё, нормально. Уходим. Отлично. А давай вот так вот. А вместе можно их убить? Ну, в смысле, обоих. А вот так вот. Чувак. Задолбал. Всё. Забираем алхим капсулу. Не знаю для чего, но что-то нам с этой штукой нужно будет потом, скорее всего, сделать. Чё это за рисунки? А, это у нас эти... Оу. Прикольно. Прикольно. Довольно прикольно. Так, перегрев там как? На что нажимать нужно? На Е или чё там было написано? Здорово, чувак. Чё такой? Чё ты такой? Чё ты? Чё ты? Тихонечко. Тихонечко. У меня перегрев? Серьёзно? Ха. Реально перегрелась маленькая. Ну, давай. Всё. Тебе трынец. Короче, хорошо, когда у нас есть дальняя атака. Это очень хорошо. Открывай. Молодцы. Ржавый ключ. Новая область сады. Или сады. Активация вестала. Активировав весталку, вы сможете... То есть, вы создаете контролирующую точку, контрольную точку, где эгида будет восстановлена в случае поломки. Здесь эгида может улучшать характеристики, улучшать снаряжение, получать снаряжение. О-кей. О-о-о. Нормально. Допустим. Что у нас есть? Есть улучшения. Прочность, мощь, ловкость. Доступные сущности душ. Так, нужна сущность... Нужна тысяча, а у нас есть 420. Хорошо, мало. Но мы еще мало дрались, поэтому надо еще потренироваться. Модули 0. Оружие. Здесь можно, походу, купить вот такое вот. Можно веру... Веер, то есть харибды. Наверное, купить. Ясно. И всякую хрень, короче. Масленка. Эффективность. Хорошо. Пока что мы здесь ничего улучшать не будем. Есть у нас магазинчик, где можно купить, походу, эссенции малой души. Бла-бла-бла. И так далее. Снаряжение. Короче, много чего тут можно еще разобраться. Есть... Это вот что такое? Это у нас... Ммм... Жакет, штаны, обе шляпы. А у меня шляпы нет, серьезно? Не хватает пока что, да? Скорее всего, не хватает. Ну, пошли дальше, пошли дальше. Окей, идем дальше. Смотрим, что будет дальше. Кстати говоря, вот сейчас у меня 57-60 кадров примерно. Было чуть поменьше. Давайте посмотрим на всякий случай, чтобы люди понимали, понимали, что за у нас получаются видеонастройки. Ммм... Вот такие вот видеонастройки. У нас, во-первых, все идет через 2К и так далее. 144 Гц. Ну, бла-бла-бла. Короче, а то люди говорят, что она очень неоптимизирована. Есть такое, да? С оптимизацией здесь проблема, как бы. Но более-менее стоит на высоком качестве. У меня, как бы, не средняя, там, не этого, там, выше среднего, как бы, да? Но не максимальная. Потому что если было бы максимальное качество, ну, мало ли, там люди, если хотят, пусть смотрят, да, как она показывает на таких параметрах, то FPS был бы намного меньше, чем сейчас, понимаешь? Погоди, а парирование в этой игре есть? Я понимаю, что у меня есть кнопочка вот так вот уйти, отойти, как бы, отойти. Ну, это... А парирование, секундочку, настройки управления... Управление, какого... В смысле? Словишь, управление, настройка игры? Вот оно. Ой, а кто видит парирование, парирование, уклонение? Ну, уклонение, да. А где парирование, парирование атак? Так, что-то я на самом деле парирование не вижу, я могу только уклонение, а уклонение это у нас просто в прыжок назад, вбок и так далее. Смена цели, смена оружия. Так, смена оружия на F, охлаждение на E, Библия, крюк Эпископа. Что это такое? Таран и так далее. Ну, секундочку, на V у нас что будет? На C ничего, на B. C, В, Б, ничего такого не работает. Ну, хорошо. И куда нам сейчас нужно? Здрасте. Чувачало, что ты такой дерзкий? Что ты такой дерзкий? Погоди, у меня есть такой интересный... Вот так вот урон есть, смотри. Вот такой вот урон есть. Ой-ой-ой-ой, тихо, 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 уходим. Уходим. Греемся, греемся, друзья мои, греемся. Поехали. Есть, контакт. Нормально, нормально, нормально. Потихонечку валим всем. Всех, короче. Alchem Caps пока. Куда мы идем сейчас? Нам вообще туда надо? Или нам нужно было направо пойти? Эпля. Стоять. Скрытое... Че, где, где... Блин, сообщение по-не по... Изучите, а ну-ка давайте. Без инструмента это не слом... В смысле, я изучить хочу. Ну окей, нужен инструмент. Что было за сообщение? Твою ж за ногу. Скрытая атака. Игра, блин, дай мне, дай мне еще раз подсказку. Блин, нет тут повторных подсказок? Нет. Да, пошел ты. Так, теперь давайте попьем, короче, немножечко этого... Этой эссенции, скажем, да? Во! Попец, короче. В спину, то есть, она себе заливает эту вот... Эта маслица. И все. И вроде бы... Становится... Целехенькой. Ого! Какая коса у этого чувака-то. О, бля, это люди. Это уже человеки. Человеки-люди. Блин, ну как скрытую атаку сделать? И как парировать? Именно парировать, блин. Не, ну я могу как бы отойти. Смотри, смотри, смотри. Могу отойти как бы. Оп. Вот так вот. А, парировать именно. Ну. Блин. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Я... Нужно будет меня на паузе посмотреть, короче. Сам, короче, надо... Самого надо будет глянуть. Я могу это... Не могу. Не могу это спустить. Хорошо. 63 FPS. Опять же, люди. Пузырек с обычным маслом. Допустим. Друзья мои, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто уже в эту игру играл. Была даже бета. Швейцарский, что там. Убит автоматом... Автоматомины. Автоматонами, блин. Охренеть, сколько их. Отдалейте нестабильный автоматон, чтобы активировать вес толку. То есть, борьба сейчас будет. Капитан Дегросс, губернатор Дафни, или Дафри, Афри, не даже Дафри, подтвердил, что приказа заменить вашу роту механическими солдатами никто не отдавал. Поэтому я призываю вас держаться подальше от этих машин до дальнейших распоряжений и сообщать мне о любых проявлениях враждебности с их стороны. Вступайте в бой, только если ее величество королева окажется в опасности. Подкрепление уже в пути. Подполковник Дебахман, заместитель командира замка Сен-Клу. Особые приемы. Каждое оружие позволяет Q. Особые приемы использовать оружие. Внимание, особые приемы могут расходовать ответить. Понятно. Еще будем знать, короче. А здрасте, это первый босс. Музяка такая еще. Куда, 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 куда. Тихо, тихо, я не могу еще парировать атаки. Давай, давай я на тебя попробую пушечку. Бобля! Воу! Воу, 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 воу. Чувак! Чувак, тихо, чувак, 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 чувак. А ну-ка. Взрыв, взрывчатая граната, давай. Тиратура. Тадэнс, еее. Тадэнс, еее. Там еще маленький есть. Тадэнс, еее. Контакт, короче. Тихо, тихончика. Урон жетона разбора. Воу, воу, воу. Тихо, тихо, что ты делаешь? Че, твою мать, сука, собака. Нет, стой. Побей. Уйди. А че, нету уже этих? Бутылок. Да, бутылок нету. Я понял. Я понял, бутылок нету. Эгида сломана. Но это мы как бы, эгида. Серьезно, отсюда? Нифига себе, блин. Вы че, прикалываетесь? Сюда пошел. Так, бутылки, короче, нужно экономить, как я понимаю, да? И нужно научиться парировать атаки. Вообще, это очень жестко, как бы. Так, хорошо. Будем потихонечку тренироваться, смотреть, что да как. И ганим, что будет дальше. Блин, я же туда не пошел, как бы, да? Че ты, че ты, че ты такой дерзкий? Падай, падай. Тридцать шесть урона. Почему так мало? Семьдесят дадим. Блин, мало урона пушка дает. Очень мало урона дает. Очень мало. Совсем мало. Давай еще раз к этому пойдем. Вот сюда, вот. Я не буду пока что ничего делать. То есть, масло пить сейчас как бы. Использовать не буду. Я хотел... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Че так, че такое? А почему их двое? А откуда у вас два-тва? Два-тва. Есть. Ухренасе, у меня тут прием. Мастерски, ё-моё. Вообще мастерски. Шиканя, ну мы быстро сюда прям даем. Но придется использовать. Давай, давай, дай мне еще подсказку. Блин, не хочу подсказку дать. Не ломай себе хп, блин. Не ломай себе здоровье. Ху. Пузырек с обычным... Ооо. А, это с обычным маслом. Погоди, я же могу, значит, его взять, да? Не могу? Не, не. Модули, модули, иди сюда. Не, не модули, дай мне какие-то карта показать. Ни фига себе. Ни фига себе карта, но я как бы даже не знаю, где я походу, да? А, вот он, вот он я. Вот здесь скорее всего. Хорошо, могу ли я сейчас... Ммм, вот. С обычным маслом. Мне тоже как бы понадобится. Поэтому давай сюда. Ты у нас обычное масло будешь. Гранитный булыжник. Ну окей, мне это по-любому не понадобится. Эссенция малой души. Это искусственно созданный алхимический бальзам. Дает малое количество сущности души. Для однократных использования. Но я пробовал уже этот жетон использовать. Меня там чуть не убили. Поэтому даже дергаться сейчас не буду. Я где? Я вот тут. Сюда иди, короче. А, тут еще вот это было. Какой дерганный. Смотри, оп. Поехали. Тихо, 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 тихо. Жетончик и нужно держать. Я не должен себя подвергать, короче, опасности. Понимаешь? Как я его не заметил? Ну. Модуль долговечности. Вы получили новый модуль. Его можно вставить в ящейку модуля. Тоже того же уровня в меню модулей. Открыть меню модулей на Ай. Так, с эффективной вентиляцией. Нифига себе. То есть он первого уровня, значит, сюда только. Слегка увеличивает здоровье. А, вот оно, здоровье, короче. Да, у нас было, допустим, 250 с этим модулем. Сейчас мы вот этого делаем и у нас плюс 20. Но другие характеристики не меняют. Это уже плюс. Я не вижу, чтобы они менялись. Поэтому мы берем вот эту штуку, одеваем и у нас на 20 хп больше. Это есть very, very good. Так, пузырек с обычным маслом. Взяли. Ну, я готов. А давай маленькое масло сейчас у вас маслянее. Погоди. С обычным маслом хочу. Вот это вот. Пей. Есть, 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 есть. Шикарно, шикарно, друзья мои. Ну, чё, поехали. Давай. Говно собачье. Уйди, твою мать. Я не вижу, чё, ничего не вижу. Слушай, твоя граната. Рынайс. Кидай. А чё гранату у меня... А, гранаты закончились. Я думаю, заново не дадут. Надо их покупать, походу. Ту-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Уходи. Уходим. Уходим. Эй. Ща, стой. Куда ты стреляешь, дура? Так, бегай, беги, 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 беги. Беги, 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 беги. Да, пошёл ты. Тюка, тюка, я не то, не то делаю. Ща, погоди. Давай с этим закончим. Пошли. Так. Нормально, нормально. Нормально, нифига не нормально. Но нормально. Держимся, 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 держимся. Надо от этого маленького избавиться. Так, а ну-ка давай сделаем вот так, короче. Да твою... Ещё раз. Короче, алхимические эти вот капсулы, они нужны для патронов. Синие патроны заканчиваются. Я думал, они бесконечные, восстанавливаются. Ни хрена подобного. Здесь у нас такое, как бы, работать не будет. Это есть, конечно же, плохо. Давай возьмём вот эту, возьмём вот эту штуку. Пузырёк с обычным маслом, да? Гранат уже у нас нет. Их можно только купить. А могу ли я сейчас прям купить, да? Нет, вряд ли сейчас мне смогу вот такое купить. Не-а. А не могу уже купить. Материалы, предметы для создания. Следующая игра. Предметы для создания нет у меня нифига, блин, материалов тоже нет. Хорошо. Блин, придётся каким боком, каким-то боком с этими говнюками разобраться. Давайте я кое-что проверю. У меня он уже проснулся. Ну! Да не так надо было, да? Вот так вот надо было. Вот так вот надо было. Вот так. Вот так вот. И я ухожу. Ушёл? Ушёл, ушёл, ушёл. Тихонечко. Тихо, тихо твоё. Не, ну это, это, это мне очень прям напоминает игру Elden Ring. А знаешь почему? Потому что это игра для вот этот Elden Ring, как я знаю. Ну, типа я там играл в неё, да? И эта игра на самом деле... Да, иди ты сюда, блин. Вот так вот. Для мазохистов. То есть, ты идёшь одного босса убивать, потом у тебя не получается, ты его идёшь ещё раз убивать. Это получается 20 раз, короче, попытка убить босса. Потом опять, опять, снова и так далее. Вот такие вот нюансы. Ну окей, поехали. Я пока парирование как бы не нашёл, поэтому это на самом деле проблема. Бей ты его, блин. А я типа греюсь. Перегрелась, мадал. Вот так. Хорошо, идём ещё раз к этому боссу. Пошли. Насобирал я, короче, пузыри этих с обычным маслом. Давайте мы прям пузырёк с обычным маслом, короче, возьмём. Он 20 секунд, короче, даётся. И мне восстанавливают потихонечку здоровье. Давайте посмотрим, что у нас там ещё за масло. А, есть ещё масленка. Две штуки, это хорошо. Ждём, пока мне эти вот 20 секунд возобновят здоровье. И, я не знаю, проверим ещё раз, что у нас получится. Так, с обычным маслом. Давай, бери ещё. Всё, отлично. Сейчас готовим обычное маслица. И пошли, 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 пошли. Да, конечно, конечно. Где он? Ой, как больно это было-то. Какой ты невежливый. Вообще невежливый. Не грейся, не грейся, мадам, не грейся. Нормально всё. Да, тихо ты. Тихо ты, тихо. Чё такое? Я ушёл. Я ушёл, нифига не ушёл. Нормально, нормально. Ну, сейчас мы больше ему здоровья убрали. Да, тихо, тихо. Тихо, нормально всё. Берём бутылочку. Бутылочку, бутылочку. Бутылочку, кому говорю. Главное, в угол себя не загнать. И нормально будет. Он ушёл. Он парирует. Я тоже парирую, короче. Все мы парируем. Ни хрена не парируем. Давай, ушли. Ты, мы летучи. Нормально, нормально. Нормально. Восстанавливаем здоровье. Греюсь. Но много, много у него здоровья. Очень много. Ушёл. Ушёл, кому говорю. Не грейся, твою мать. Не грейся. Бей бутылочку. Так, греется она, мадам, у нас. Ушли. Нифига не ушли, короче. Бей, гадам. Бей, кому говорю. Бей ещё гадам. Ой, тихо. Бутылочку взяли. Взяли, кому говорю. Вот. Нормально, нормально, нормально. Давай его за ногу. Собака. Сюда, кому говорю. Вот так. Ушли. Нифига не ушли. Тихо. Эй, бут. Пузырёк. Пузырь, кому? Бля, ну мало же было там у него здоровья. А я перегрелась и прыгнуть не смогла. Вот так вот. Всё, короче. Я научился его читать. Всё. Всё. Сейчас всё будет. Смотрите. Прямо... Прямо чистенько всё будет. Я надеюсь. Надеюсь, конечно же. Здрасте. Здрасте. Будем уклоняться правильно. Вот так вот нужно уклоняться, походу. Ну, типа, в сторону, что ли. Как в реале. Ну, но не так. Не-не-не-не-не. Не так, не так. Нужно аккуратненько. Нормально, нормально. Не, не нормально. Ну, вот так можно. Сзади, сзади, сзади. Есть. Не грейся. Не грейся, мадам. Не грейся. Давай, бей меня. Бей меня, кому говорю. Ну, что ж, твою мать. Как ты больно бьёшь-то. Нифига не вижу. Пушли. Попал по мне, блин. Как же ногой, блин. Ушёл. Масла уже нет. Это плохо, конечно. Нет масла, но... Чего поделаешь? Ушли отсюда. Это как? Мы сейчас одновременно? Типа и он, и меня. И, короче, я его, и он меня. Как говорится, попытка 29. Ну, там, 39, 29. Уже без разницы. Я не знаю, сколько мы там. Четыре раза или три раза пытались. Его добить. Ну, мой вопрос. Нифига себе. Я смотрел не туда, короче. Вообще не туда смотрел. Ушли. Ушли. Мадам. Мадам. Не-не-не, мадам, мадам. Что-то он дерзкий стал. Дерзкий стал. Охранить какой. Тихо. Тихо. Вообще жесть. Очень дерзким стал. Ушли. Больновато, да? Это что такое? Больно ему было, что ли? Мне тоже больно, походу. А ну-ка, давай. Налюляем ему. Вот так вот. Не грейся, не грейся, мадам. Не грейся, не грейся. Не грейся. Уходим. Доверем в себя немножко. Вот это. Сука. Да иди сюда, короче собачий. У меня трындец. Ушли. Нормально, нормально, нормально. А сейчас ты нормально. Ну че, говню? Будешь меня бить, типа, да? Давай. Да куда там? Куда там? Давай, бейся. Гадина. Давай, давай, давай. Ну, правда, я уже херову Хочу раз себя уже попытался убить, как бы. Ну, че-то как-то не получается, но... Все поделаешь. Ну, потихонечку, потихонечку. Вообще потихонечку. Тихо, тихо. Тихо, маленькая. Тихо. 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 Че мы берем с него. Мы берем с него ключ от модуля. Так, ключ от модуля. Вы получили предмет ключ от модуля. Экида. Может устанавливать модули, меняющие ее характеристики и определенные механики в специальные ячейки модулей. Чем выше уровень ячейки, тем более мощный модуль можно в нее вставить. Чтобы разблокировать ячейку, передайте в раздел, перейти в раздел улучшения, меню весталки или весталки, я не знаю. Наверное, весталки. И используйте предмет ключ от модуля, который вы только что получили. Примечание. Вы можете в любой момент установить модуль в меню эгиды. Окей. Раздел улучшения или меню эгиды. Хорошо. Во-первых, это, во-вторых, активировать весталку, типа точка возврата или точка восстановления, скажем. У меня уже целых четыре тысячи этих, как его, ну, короче, с правой стороны очков. Это очень хорошо. Че у нас здесь такое? У нас здесь, короче, куча трупов. Это очень нехорошо. А что здесь? Я еще здесь не был. Такс. Замеч... А че такое? А че такое? А че такое? А ты кто такой вообще? Блин, ну, задолбал. Я тут с такими босярами дрался. Ты мне тут хренась, хренась. И хочешь меня завалить, типа? Давай, бей, бей, бей. Бей, 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 кому говорю. Вот так вот. Ну. Блин, иди сюда, кому говорю. Вот так. Уходит он. Он, видишь ли, уходит. Давайте посмотрим, что у нас за эти четыре тысячи очков можно сделать. Заходим, короче, в Вестолку и погодоле. Такс. Улучшения. Во-первых, глянем на улучшения. У нас много чего. Значит. Я бы хотел... А-а-а. Ячейки. Вот они, ячейки. Чтобы улучшить, требуется три штуки. У нас только один. Ага. Вот тебе один есть. Чтобы улучшить, чтобы открыть, требуется один ключ. У меня есть ключ. Не хватает ресурсов. Может, собрать, может, три ключа, как бы, чтобы сделать ячейку А. Или как. Или все-таки открыть вот это. Давайте посмотрим, что будет. А-а-а. Понятно. Нужно было их собрать. Хорошо. Будем знать. Здесь у нас что по оружию? Веера. Веера. Харибы. Бронзовый слиток нужен здесь. Бронзовый слиток нужен здесь. Да. Окей. Тогда здесь мы улучшаем. Мне кажется, я бы выбрал сейчас мощь, потому что плюс три идет к физическому урону, и ударная сила тоже плюс три. И даже урон от особенного приема. Плюс один. Так. Давай, короче, берем, короче, эту штуку. Как это у нас улучшается? Вот так вот, да? Подтвердить. Есть один контакт. Это у нас седьмой уровень. Тут нужно уже тысячу триста. Здесь могу и вот это улучшить. Это у нас что? Прочность, здоровье. Здоровье побольше. Давайте и урон, и здоровье примерно так, чтобы хорошо все было. Ну, окей. Давай здесь еще, короче, подтвердим мощь. Улучшаем, улучшаем. Пока что мощь улучшаем, чтобы удары были посерьезнее, потому что я как бы такой персонаж, который якобы нуждается в мощи. Что там? А, погоди. Так, мне дали сразу же, дали хилочки. Кроме этих. Ху, хорошо, хорошо. И сразу я восстановил себе немножечко здоровья. Окей. Давайте посмотрим, что дальше. Что у нас будет встречать здесь. Открываем. Короче, очень сильно напоминает механика. Как минимум, механика напоминает Элден Ринг. Очень сильно. Щит, мушкет, новое оружие, вы только что получили новое оружие и можете вставить его в подходящую свободную ячейку. Открыть меню. Давай. Было оружие. Где у нас оружие? Предмет, что-то там. Иди сюда. Пояс, инвентарь, модули. Кстати, насчет модулей, что у нас тут было? Ячейка Б. Есть что-то? Долговечность. У нас уже вроде выбрано. А я могу выбрать и то, и то, короче? Ага. И то, и то, да? Выбрано. Хорошо. Инвентарь, снаряжение. Вот оно. Здесь, как второй слот, будет у нас щит, мушкет, шарлевиль. Шарлевиль, шарлевиль. Это у меня есть. Это у меня тоже будет. Одевай. Есть контакт. Урон 60. Урон 64. Погоди, а меч мой. Секунду. Так. Этим ты все по-прежнему стреляешь. Погоди, а как поменять оружие, которым... Да, тихо ты. Мушкет именно поменять. Секундочку. Это у нас не мушкет. Еще раз. Особый прием. А, это особый прием, понял. Серьезно? Я думал, что это другое будет. А, так это и то, и то особый прием. Секунду. Здесь что у нас такое? Шляпа. Нам дали шляпу. Хорошо, что дали шляпа? Броня плюс 3. Нифига себе, нормально. Равновесие плюс 1. Броня плюс 3. Сопротивление льду плюс 1. Короче, круто. Одеваем, конечно же, шляпу. Все, шляпа есть. Как поменять именно оружие? Давайте мы разберемся. Смена оружия на F. На F я еще ни разу не нажимал, потому что у меня было одно оружие. Ага. Ю. Алхимические огнестрельные оружия и алхимические негативные эффекты. Вы получили огнестрельное оружие. Как у врагов, оружие эгиды способно наносить алхимический урон огнем, льдом и молнией. При каждой атаке с помощью алхимических капсул. Когда шкала алхимического урона заполняется, срабатывает негативный эффект, который длится до обнуления шкалы. Это круто. Огненный негативный эффект. Окей. Ледяной и электрический. Будем знать. И чё? Нифига себе. Нормально. Странно. Это мы сейчас стреляем, да? Это чисто дальнее оружие. Так, секундочку. Бух ты же, ё-моё. Серьезно? Ну я попробую, короче, этой штукой поработать. Сейчас посмотрим, что будет. Так, пойди, чё там было. Там у нас ничего такого не было. Хорошо, давай глянем. Опля. А, те же, те же, те же роботы. Здорово, чувак. Давай на дальность. Поверь. Что я сейчас делаю? Почему я себя сам дамажу? Очень странно. Хотя я не дамажу. Ага, смотри, эффект такой. Вот так вот. Всё. Короче, этим нужно станеть в таком случае. Будем знать. Этим нужно станеть. У меня патроны закончились. Смотри. Этим мы станем. А потом меняем оружие. Вот это вот. И работаем дальше. Не-не-не-не-не. Тюха-тюха-тюха-тюха. Вот это. Мечом. Новая область. Фонарь. Это что? Это не что. Прикольно. Прикольно. Давай, я тебя станеть буду. Сюда иди. Смотри. Не встанет его. Ну, встанься. Всё, патронов нет, короче. Понял? Он мне сейчас сможет что-то сделать? Это типа защита у меня? Что это такое у меня? Ну? Он боится, что ли? Да, это щит. Круто. Потом меняй, миф. Хренась. Твою мать. Давай, меняй оружие. Так, короче, нужно привыкнуть к этому. Меняй туда, меняй сюда. О-о. Там другой страж, короче. Друзья мои, давайте-ка мы, короче, мы на этом закончим. Посмотрим, что будет там в следующей серии. Если вдруг вам понравится, как бы, и заходите дальше увидеть, вы знаете, что делать. Поставить пальчик вверх, подписаться на канал, конечно же. Мюскаденская двууголка и чё-то там мюскаденский костюм. Хорошо. И что продолжить? Вы, как говорится, уже знаете чё-то как. Увидимся в следующей серии. Я, по крайней мере, поднимусь наверх. Ты кто такой вообще? Чувачила. Ой, а куда я стреляю? Да, ну. Да, ну. Сюда пошёл. У него там и два меча, ты понял, да? Ты понял, что у него там два меча? Или ты не понял? А, тихо, тихо, тихо ты. Чё ты? Так, давай поменяйте оружие. Мне не нравится мне всё-таки этот мушкет. Поехали. Отлично. Я думал страшный парень, но нифига. Но, по крайней мере, мы заметили, что появляются новые персонажи. То есть, новые враги, скажем. Хорошо. Как я уже обещал, поднимаюсь наверх. Здрасте. Чё у нас так много тут? Чё хочешь, чё хочешь. Чё же вы такие громкие, жёсткие такие, а? Блин, патрон у меня есть? Да, есть. Ха, нормально Застанели Вот так и нужно делать, похоже Станеть, короче, есть какой-то определённый шанс Что они просто замёрзнут там Или молнией захерачатся и так далее Всё, всем удачи и всем пока